В республике продолжается рост объемов выдачи ипотечных кредитов. Для игроков строительной отрасли это стабильные заказы на годы вперед. С планами развития столичных микрорайонов ознакомился глава Чувашии. Что диктует спрос на квартиры, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Этот парк облюбовали многие любители экстрима. Оборудованных по всем правилам площадок в столице региона не было. А ведь недавно скейтбординг вошел в программу Олимпиады. Глава республики одобрил идею спортсменов возвести на это месте специальный купол, чтобы тренироваться зимой. С вопросами к Михаилу Игнатьеву обратились и местные жители. Для маленьких детей это садики будут, да. Вот мы с большим не можем проблему решить. В юго-западный относимся, возим туда по возможности. Ну вот второй год у меня получается садик уже не посещает, потому что с маленьким ребенком не могу через весь город по пробкам. Эту проблему глава региона поручил взять на контроль властям столицы. Жители микрорайона нуждаются и в школе. Строительство планируют начать уже в этом году по госпрограмме. Ну мы просто чувствуем, что люди, которые проживают в Новом Городе, прописывают, да, прописывают не здесь для того, чтобы по прописке попасть в школу. Это стимулирует продажу квартир. Мы все это понимаем, да. Садик тоже, как бы сказать, стимулирует реализацию квартир. Уже это место, оно востребовано. Спрос на квартиры в Новом Городе определяет и рекультивация Пехтулинской свалки. С 2009 года здесь было введено более 30 домов. Для жителей оборудовали прогулочные бульвары, детские площадки, тренажеры. А скоро запустят и троллейбусную линию. Проживает порядка 5,5 тысяч, то есть у нас в месяц примерно прописывается где-то 110 человек. Рядом Волга, промышленности нет, экологически чистый воздух, тем более, когда ветер с той стороны. Это вообще же замечательно. Впрочем, освещающие рабочий визит главы и корреспонденты будни нового города могут описать не понаслышке. И сам район мне нравится. Я приехала, посмотрела, погуляла. Мне понравилось. Это отдельный такой случай. На другом конце города, в микрорайоне университет, жилые дома возводят за счет кредитов. Этот механизм пришел на смену долевым договорам. По новым правилам банки берут на себя 90% стоимости объекта. В следующем году будем сдавать больше, чем в этом году. В квадратных метрах, если взять сколько? В квадратных метрах, если взять, в этом году получается у нас 25, а в следующем году больше 40 получается. То проектное финансирование это как контракт жизненного цикла имеется в виду, хотя это коммерческий договор? Да. Мы открываем проектное финансирование. Значит, банк нас открывает, значит, кредитную линию. 10% нашей вложения должно быть, 10% в объеме, это примерно цокольный первый этаж. На этом макете микрорайон как на ладони. В следующем году здесь возведут новую школу и детские сады. В планах на перспективу благоустройство парковой зоны, строительство объездной трассы и велодорожек. Вот это вопросы оздоровления. И в летний период времени, и в зимний период времени полностью можем провести вместе с вами оценки соответствующие. В поле внимания главы и качества ремонта. Для жильцов необходимо создавать среду комфорта. Потомки роллы такие. Они наливные? Наливные, да. Они лучше вообще? Да, лучше. Михаил Игнатьев отметил, что строить дома выгодно из местного кирпича. Веский аргумент. Энергоэффективность. Вот люди за однокомнатную квартиру, я сказал, дайте мне еще расчеты, жители подтверждают, они платят зимой за квадратуру примерно 65-70 квадратных метров максимум 2000 рублей. В летний период времени 1000 рублей, говорят, даже не превышает, потому что отопление не работает, кроме горячей воды ничего не используют. Рабочая поездка стала поводом обсудить со строителями и перспективы. Глава региона отметил, что в ближайшие годы спрос на квартиры может вырасти в разы. Так выдавать ипотечные кредиты банки стали чаще. Проблем с земельными участками в республике нет. Если взять общую цифру, за последние годы мы переводили более чем 2150 гектаров земель сельхозназначения, другие категории земель. И если взять по объемам строительства, это 7 миллионов квадратных метров. По объемам строительства не менее чем на 10 лет. По долевым договорам в республике сейчас возводят более 170 объектов. Ущемлять права дольщиков недопустимо. За срыв графика ввода дома последуют жесткие санкции, отметил глава региона. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова